Эту собаку с отрубленными лапами ждала гибель, но теперь она снова учится ходить. Ей первой в мире сделали сразу четыре протеза. Спасённую дворняжку зовут Моника. Сложную операцию провели в ветеринарной клинике в Новосибирске. Сергей уже протезировал животных, но этот случай особенный. «Никогда такого не делали и такого никто не делал в силу сложности. Это собака. Собака не кошка, весит много, больше, чем коты. И ещё и деформация лап у неё есть». К операции готовились два месяца. Специалисты разработали цифровой прототип протеза. Потом на 3D-принтере напечатали искусственные лапы из титана. На протезы нанесли биопокрытие. С ним имплантант лучше приживётся. «Люди одинаковые мы с вами, а животные разные. Соответственно, лапы у всех короткие, длинные, искривлённые. Поэтому само создание протеза – это каждый раз индивидуально. Он больше никому не подходит. После того, когда мы создаём только для этого животного, с учётами всех погрешностей цифровую модель протеза, мы после этого её начинаем печатать». Моника – молодая собака. Ей не больше четырёх лет. Её нашли в декабре прошлого года в Краснодаре. Она две недели пролежала без лап на обочине дороги в снегу. Волонтёры отвезли её в клинику, где ей с трудом спасли жизнь. «Обнаружили её без конечностей грудных и тазовых. И предварительно, что-то такое живодёрское всё-таки было, потому как у неё торчали кости. И состояние было такое, как говорят, что отрубили или что-то подобное». В таких ситуациях ветеринары советуют усыпить животное. Но волонтёры решили помогать Монике до конца. Нашли клинику в Новосибирске. На операцию протезы, лекарства и уход собрали 400 тысяч рублей. Протезы полностью приживутся за 6-8 недели. Собака сможет даже бегать. Для удобства нижнюю часть искусственных лап сделают более мягкой. После реабилитации Моника отправится в Лондон. О ней позаботится известный блогер, который ищет хозяев для собак-инвалидов. В России приютить Монику пока никто не вызвался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова